Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала! Отправляясь в путешествие в какое-нибудь экзотические места, никогда не забывайте о том, что мы еще и садоводы. И поэтому всегда обращайте внимание на те растения, которые растут в этих самых экзотических местах. Вот сегодня как раз этим я и займусь. Ну и начнем, пожалуй, с моих любимых можжевельников. Вот у меня за спиной можжевельник колючий, или как его часто называют, можжевельник красный. За его такого рыжего цвета плоды, шишко-ягоды так называемые. Вот этот можжевельник очень засухоустойчив, но, к сожалению, теплолюбивый. Его северная граница ареала распространения проходит где-то по южному берегу Крыма. Поэтому в более северных областях, но, к сожалению, он, скорее всего, не выживет. Но зато это прекрасная культура для выращивания в контейнере. Он небольшим вырастает, где-то 5-6 метров высотой. И причем в молодом возрасте имеет четкую коническую форму. Прекрасная елочка, кстати сказать, для использования на Новый год. Вот эти плоды мы сейчас соберем. Еще один вид можжевельника для меня очень интересный. Это так называемый можжевельник высокий. У него чешуйчатая хвоя, не игольчатая, как у предыдущего, а чешуйчатая и синего цвета шишко-ягоды. Кстати сказать, вот шишко-ягоды вот этих двух сортов, двух видов можжевельника обладают лечебными свойствами. Имейте в виду, не все можжевельники можно использовать в лечебных целях. Но вот эти два можно и в лечебных, и в косметических, и в кулинарных каких-то. Вот этот можжевельник как раз-таки морозоустойчивый. И мы тоже попробуем его выращивать в услугах юга Украины. Сорвем ягодки и будем выращивать. Конечно, тоже после стратификации. Еще одно очень интересное растение, одно из моих самых любимых, это так называемый земляничник мелкоплодный. Называется он так, потому что его красные вот эти ягодки, они действительно чем-то похожи на земляничку, хотя вкус у них совершенно другой. Даже, кстати сказать, их используют для того, чтобы делать там варенье, какое-то джемы. Но прелесть этого растения не в том, а вот в этом таком корявом, очень извилистом стволе красноватого цвета кора у него. Самое интересное, что во время летней жиры вот эта кора отслаивается и спадает. И дерево становится такого фисташкового, зеленоватого цвета. Очень интересная особенность. Кстати, это дерево еще вот за эту особенность называют иногда бесстыдница, за то, что оно как бы раздевается именно во время летней жиры. Сейчас мы тоже соберем семена с этого растения и попытаемся их выращивать у себя дома. У меня в руках интересные плоды, похожие на шишки. Это на самом деле не шишки, это плоды магнолии. Вот у меня за спиной зеленое дерево, это магнолия крупноцветковая, так называемая. Цветет огромными, действительно белоснежными цветами, листву не сбрасывает. Семена маленькие такие, окружены красного цвета, плотной сочной мякоти. Тоже требует стратификации, тоже можно выращивать. Но, к сожалению, цвет стены начнет где-то не раньше, через 15 лет после того, как вы ее посеете. Но все равно попробуем. Вот так примерно выглядят сеянцы магнолии, которые я посеял 4 года назад. То есть, вегетируют они 3 сезона. Вот это самый большой, у меня их тут 3 посеяно. Это самый большой, примерно высотой 1,60 м. А два других существенно меньше, где-то 1,60 м всего лишь. В чем же такая разница? Почему один вырос быстро и достаточно хорошо, а другие пока еще не очень? Я долго думал над этой проблемой и пришел к такому выводу. Дело в том, что вот этот высокий сеянец, он посажен как раз над тем местом, где проходит канализационная труба. От которой, естественно, распространяется тепло. И корни его находятся постоянно в комфортных условиях, круглый год. Поэтому, соответственно, хороший рост и развитие. Единственное, что мне не нравится у него, вот это желтоватый, такой светло-зеленый цвет листвы. У магнолии он должен быть темно-зеленым. То есть, явно ему не хватает чего-то и явно он хлорозит. Эту проблему надо изучать и каким-то образом исправлять почвенные условия. Вот это вот удивительной красоты сосна за моей спиной. Это так называемая итальянская сосна пиния. У нее съедобные маленькие орешки, пиноли называется. Вот как раз из этой сосны и был сделан тот самый знаменитый деревянный человечек пиноккио. Шишки, конечно, найти там просто нереально, потому что белки съедают это все на корне, обгрызают, обгладывают. Я нашел одну маленькую зелененькую. Не знаю, удастся ли из нее добыть семена для того, чтобы их вырастить. Посмотрим. Конечно, розмарин. Для тех, кто интересуется розмарином, у меня есть видео на эту тему. Обязательно посмотрите по ссылочке. В принципе, растение, которое очень просто размножается путем черенкования. Там это все подробно описано. Поэтому действительно вот такое растение держать у себя в качестве пряности очень интересно. А вот это дерево очень интересно своими плодами. Сейчас, конечно, плодов нет, листвы нет, зима все-таки. Это так называемый зизифус. Плоды коричневого цвета довольно крупные, кисло-сладкого вкуса, то есть довольно приятные на вкус, но еще и обладающие лечебным свойством. И, кстати сказать, в Китае по использованию во всевозможных лечебных снадобьях, по распространенности, зизифус находится на пятом месте. То есть присутствует во многих лекарственных сборах. Он, в принципе, размножается довольно просто. Либо корневой порослью, которая появляется у него, либо с сеянцами. Вот здесь сеянцы есть, сейчас я выкопаю и буду сажать у себя. Надеюсь, что на юге Украины он будет нормально себя чувствовать. Деревце вырастает, ну, где-то около пяти метров, в лучшем случае до десяти метров, не более. Ну, а часто бывает, что это не деревце, а просто кустарник. Повторюсь, и полезно, и вкусно, и еще и красиво. Итак, сегодня я вам рассказал о тех растениях экзотических, которые не растут в наших краях, но, тем не менее, которые вы можете выращивать у себя, если, конечно, вы всерьез интересуетесь и занимаетесь растениями. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал и удачных вам экспериментов. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал и удачных вам в комментариях. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...